МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как террористы Велоед Харасан, напавшие на Крокус-Сити в Москве, звонили Путину, и почему тот не плакал? Поиски украинского следа продолжаются, что пытается найти Кремль. Китайский электромобиль и война. Как меняется глобальный авторынок? Новая игрушка, старая чекушка. Что не так с российской убийцей консоли PlayStation? Добрый день, меня зовут Владимир Унец. Я анализирую факты и события. Ну а вы делайте выводы. В общем, смотрите сами. Путин чем дальше, тем больше напоминает фокусника, который в рукаве прячет голубя, чтобы в какой-то момент удивить изумленную российскую публику. Или нет, он скорее напоминает карточного шуля, у которого в рукаве запасная колода, а чтобы его не уличили в мошенничестве, он в любую секунду готов затеять драку и отвлечь внимание. Вот, смотрите сами. В 2014 году Путин начинает скрытую военную операцию против Украины, воспользовавшись бегством тогдашнего президента Януковича, бегством, которое сам же Путин и организовал. Воспользовавшись неспокойной ситуацией в целом, он сначала потихом ввел войска в Крым, ну а затем и на Донбасс. А беспокойный мир тогда ждал, когда все как-то само собой рассосется. Ну или Путина свергнут сами же россияне, или что-нибудь да случится. Ну а сам диктатор все не унимался, и в 2022-м вторгся в Украину уже в открытую. Вторгся и вот теперь рассказывают, что Украина и весь блок НАТО напали на Россию. А он ее, Россию, защищает. И вот та же самая песня снова. Ни на кого Россия нападать, мол, не собирается. Это полная чушь. Возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, еще там всех. Чехов Куба – это просто бред. Очередной способ обмануть свое население. И выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это премии на своих плечах. Западные разведки одна за другой говорят о том, что Россия может напасть на них в любой момент. Но не из чувства сострадания, а точнее не только из чувства сострадания, они же дают Украине оружие на десятки миллиардов долларов. А тут Путин говорит, что нападать ни на кого не собирается. Хотя он и раньше о Крыме говорил вот что. Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. Ну а потом, 4 марта 2014, Путин рассказывал, что нет его военных в Крыму. Вот, смотрите сами. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. И уже буквально через месяц, 17 апреля, того же сумбурного 2014-го, Путин расскажет про женщин и детей. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Ну а уже осенью 2014-го весеннее обострение сменилось осенним. И в ноябре российский диктатор решил сказать все, как есть. Все это было сказано публично в один и тот же, напомню, год. А зачем я, собственно, вам об этом рассказываю? Дело в том, что фокусник Шулер, Путин, с тех пор не прекращает эту игру подкидного дурака. Украина нападает, украинские фашисты, украинские нацисты, населению России, скармливают небылицы для того, чтобы оправдать свой интерес в войне. Кстати, и финансовый интерес тоже. И тут крокус-покус. Было бы смешно, если бы не было так печально. Трагедия, которая произошла в Москве, конечно же, откликнулась в душе каждого жителя России. Что делает Путин? Правильно, ищет украинский след. Использует теракт для того, чтобы еще больше подогреть ненависть россиян к украинцам. Это тот уникальный случай в истории, когда террор одних используется для террора других. Украинский след искали долго. В прошлой программе я рассказывал о том, что Путин думал целых 19 часов. Сначала помните, про украинский след говорили осторожно. Все четверо непосредственных исполнительных терактов, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Ну а потом уже украинский след стал главной темой атаки на Крокус-Сити. Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Нацисты никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения целей. Это правда хорошо известно. И тут я с Путиным спорить не стану. Мариуполь, Буча, Херсон, Изюм, Лиман. Везде, где были оккупационные войска России, были пытки, боль, смерть и горе. Конечно, Путин рассказывает, что он всех спасает. Только методы спасения у него своеобразные. Тут можно цитировать и цитировать его же собственные слова. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Интересно, в сознании Путина погибшие мирные жители Украины попали в рай или, как он сам выразился, просто сдохли? Вопрос, конечно, риторический, но вернемся к Крокус-Сити. Придуманное Путиным окно в Украину теперь уже обрастает деталями. Которые озвучивают ртами своих сотрудников в Следственный комитет. Теперь в риторике появились кураторы и гонорары. Их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в Крокус-Сити-Холле путем голосовых сообщений через мессенджер-телеграмм координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. По указанию координатора, террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы, чтобы затем попасть в Киев для получения обещанного им вознаграждения. Конечно же, сразу в Киев за вознаграждение. А до этого, я напомню, нам показывали видео допроса одного из задержанных, который рассказывал, что аванс за теракт ему сбросили на карту. Вот фрагмент того допроса. Почему я вам снова показывал это видео? Не только для того, чтобы акцентировать внимание, что деньги переводили на карту. Тогда зачем ехать в Киев? Почему не в Турцию? Откуда, как утверждается, террористы прилетели в Россию изначально. И еще в коротком ролике подозреваемый утверждает, что ему за атаку обещали 500 тысяч рублей. Ну а зачем ему в Киеве рубли? Кто-то может мне ответить на этот вопрос? В Киеве банковские операции с рублями запрещены. Где их обменивать на гривны или доллары? Ну, к допросам я еще вернусь. А пока хочу сказать, что секретарь Сабвеза России Николай Патрушев заявил, что за терактом точно стоит Украина, потому что, цитирую, на это многое указывает. Тут даже комментировать нечего. Интересно, многое сейчас в Кремле или где-то в бункере на Алтае? Директор ФСБ Александр Бортников с Патрушевым, конечно же, согласился. Есть, мол, информация, указывающая на ангажированность той стороны к подготовке этой акции. Какая информация, куда указывает, Патрушев с Бортниковым объяснять не стали. Но когда журналисты спросили Пескова, как, в принципе, исламисты могут быть связаны с украинским руководством, если там во главе страны стоит еврей, путинский пресс-секретарь ответил, ну, еврей-то своеобразный там стоит. Своеобразный еврей – это прямо прекрасное, в кавычках, конечно же, продолжение стенаний Лаврова на тему того, что и Гитлер, мол, был евреем, да и вообще евреи сами, получается, виноваты в том, что против них чинили геноцид. Даже комментировать это не буду. Ну а какая же реакция на это все в Украине? В Украине нападки Кремля вызывают, как минимум, иронию. Глава СБУ Василий Малюк в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV прокомментировал теракт вот так. Эти слова Малюка даже либеральных русских тронули. Не в том смысле, что либеральные россияне пустили тут же слезу, а в том, что начали все же подозревать украинцев в причастности к атаке на Крокус-Сити. Вот, к примеру, Ксения Собчак. Смотрите сами. Ну, такое, получается, в общем, бахвальство с улыбочкой, типа все понимают, кто за всем этим стоит в дни реально крупного теракта. Тоже, честно говоря, так себе ход. Ну, а, собственно, если разобраться, какой реакции ожидать от украинцев? У них в стране теракты каждый день. Российская авиация и артиллерия не дают детям нормально учиться, не дают ночью спать, не дают жить в конце концов. Российская война – это чистая вода террор. Кто видел ее своими глазами, тот подтвердит мои слова. Что меня удивляет? Как Путину удалось перевернуть сознание россиян? По данным украинского генерального штаба, на территории Украины погибли уже почти полмиллиона человек. Даже если предположить, что эти данные завышены в два раза, то это все равно колоссальные человеческие потери. Как это воспринимается российским обществом? Пропаганда в школах и по телевизору, в интернете и на улице рассказывает о каком-то священном долге, забыв добавить, что Долгород выходит, поехать в соседнюю страну и убивать там людей. Но при этом никто совершенно, никто не говорит о том, что война, развязанная самой же Россией, между прочим, это колоссальные потери для самих же россиян. Человеческие потери. Я абсолютно не хочу быть циничным, но если сравнить количество жертв атаки в Крокус-Сити и потери на войне, то две эти трагедии совершенно не сопоставимы по цифрам. Тем не менее, война в сознании граждан России – это данность и статистика. А вот теракт в развлекательном центре – действительно трагическое событие, о котором спекулирует сам же Путин, чтобы держать собственный же народ в страхе. Вот такой вот хитрый ход. О теракте предупреждали. Западные посольства одно за другим публиковали на своих официальных сайтах сообщения для своих граждан. А в Белом доме говорят, что их разведка даже поделилась с российскими спецслужбами информацией о теракте. Но Бортников, напомню, в тот же день заявил, что, мол, не было никакой конкретики. Информация была общего характера. Ну и запомните этот момент, я к нему еще вернусь. Марию Захарову прорвало. Не то, чтобы она, в принципе, была молчаливая, работа у нее такая, но Захарова в этот раз прямо как-то с особым рвением кинулась сама себе противоречить. Сначала она заявила вот что. Мы получили мощнейшую поддержку от всего мира. Действительно все, без исключения страны, включая те, которых Россия считает недружественными, осудили теракт и выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Эта атака заставила даже Макрона вспомнить о том, что он любит, оказывается, Россию. Французский президент предложил Москве то ли усилить, то ли возобновить сотрудничество в противостоянии терроризм. Прекрасный, между прочим, шанс, в принципе, возобновить диалог, при этом сохранив лицо. Но, как я уже сказал, Захарова прорвало, и она продолжила свой брифинг для журналистов. Для того, чтобы отвести подозрения от этого самого коллективного Запада, от Вашингтона, Лондона, Берлина, который буквально прямым текстом обсуждал, как я уже сказала, возможное совершение террористических актов на территории нашей страны, Парижа и других натовских стран, нужно было им срочно найти хоть что-то, хоть какое-то объяснение. Поэтому прибегли к ИГИЛ, вынули, так сказать, этот козырь из рукава. Достали ИГИЛ из рукава. На этом Захарова не остановится. Дальше она скажет еще более вопиющие вещи. Вот, смотрите сами. И просто, на мой взгляд, Запад зашел в тупик, потому что, так сказать, с одной стороны, они открещиваются от того, что это связано с Украиной, хотя многие годы превращали киевский режим именно в террористический. А с другой стороны, они кричат, что это ИГИЛ, хотя и за ИГИЛом, как и за Аль-Каидой, стоят именно западники, за этими запрещенными террористическими организациями. Вы тоже заметили, что когда Захарова говорила о причастности западных стран к ИГИЛ, она замялась и уставилась взглядом в пепитр, за которым стояла. Очевидно, это естественная реакция даже для Захарова, если публично говоришь полную чушь. ИГИЛ и Аль-Каида, запрещенные в западных странах организации, они признаны террористическими, и США, как и Евросоюз, ведут с ними борьбу, причем ведут давно и упорно. Именно Аль-Каида стоит за атаками на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2000 года. Западные страны, очевидно, настолько поддерживают Аль-Каиду, что НАТО впервые и единственный раз из-за этой атаки привела в действие ту самую пятую статью Североатлантического договора. Вообще-то официальный представитель МИД – это серьезная должность. Этот человек делает заявление от имени всей своей страны, ориентированной на внешнюю аудиторию. Захарова, очевидно, своей аудиторией другие страны не считает. У ней свой контингент, к нему и обращается. Мы тебя просим, приди в себя! Приди в себя! Приди в себя! Приди в себя! Путин предупреждение Запада называл шантажом и провокацией, намерением запугать, дестабилизировать российское общество. Такой уж он Путин. Дмитрий Песков также порадовал публику своими комментариями, пошел объяснять массы, почему Путин не плакал. Государство пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами. Но это уж точно. Вряд ли кто-то поймет то, что переживает Путин. Что он чувствует, когда в итальянской куртке за десятки тысяч долларов рассказывает на стадионе согнанным туда полуголодным бюджетникам о величии России. Что чувствует Путин, когда посылает на убой своих же граждан в Украину. Что чувствует Путин, когда бесперестанут, бессовестно врет с экранов оккупированного им телевидения. Ну а в следующем блоке программы смотрите сами, что Лукашенко советует Путину, что дальше будет делать ИГИЛ и почему Соловьев брыжит агрессией. Многие российские востоковеды говорят, что не понимают, почему именно Москва оказалась первой под атакой террористов. Ведь ИГИЛ прежде не выходил за пределы своего региона. Действовал в основном на Ближнем Востоке. Москва в таком полупрозрачном противостоянии с Израилем. Москва дружит с Хамас, но Москва дружит еще и с талибами. А ИГИЛ с талибами сильно не дружит. И я позволю себе с российскими востоковедами не согласиться. На самом деле у ИГИЛ с Россией давняя история ненависти. В 2015 году группировка взяла ответственность за взрыв российского лайнера, вылетевшего из Египта. На борту тогда были 224 человека. В 2022 году ИГИЛ напало на российское посольство в Кабуле. Тогда погибли два российских дипломата и четыре афганца. Ну и, собственно, Крокус-Сити-Холл в Москве похоже, стал логичным продолжением этой ненависти. У исламистов к Кремлю две основные претензии из прошлого – афганско- и чеченские войны. Ну а в настоящем гнев группировки вызывают российские операции против ее формирований в Сирии и Западной Африке. Привет Пригожину! Кстати, вас не смущает, что видео со всеми зверствами над задержанными обильно выливают все телеграм-каналы, связанные напрямую с ЧВК «Вагнер»? Еще одна версия может показаться уж совсем конспирологической. Но если Пригожин жив, если то крушение самолета было лишь постановкой, то, скорее всего, он от имени Путина и орудует в Африке как раз. И теракт в Москве вполне бы мог быть логичным ответом на его деятельность. Ну а если Пригожин и не жив, то Россия продолжает диктовать свои правила на Черном континенте. Но это, еще раз повторюсь, лишь мое предположение. Ну а так это или нет, мы узнаем лишь в обозримом будущем. Катарская Аль-Джазира пишет, что пропаганда исламистов в последние годы рисует Путина как противника мусульман и источника гонений на них в России и за рубежом. Wall Street Journal пишет о дружбе Путина с талибами как основном факторе раздражителей для Вилаяд Харасан, ну которая взяла на себя ответственность за этот теракт. Сейчас похоже, что исламистская группировка выходит за пределы Сирии и Ирака, где она потеряла полное поражение, пишут журналисты издания. Вылазка в России ложится в эту конво, отмечается учредитель Центра исследования военных конфликтов Милитант Вайер Лукас Вебер, которого цитирует газета. Особенно с учетом того, что в последнее время разведки сразу нескольких западных стран сообщали все же Путину о предотвращении терактов на своей территории. Отрезанные уши, избиения и прочие зверства – это уже и визитная карточка российских силовиков, армейцев и наемников. Своей жестокостью они отметились в Сирии, в Африке и в Украине. Люди, хоть сколько-нибудь обладающие критическим мышлением, это знают. Вот фото, которое я вам вынужден показать. Его опубликовал связанный с Вагнером телеграм-канал, и авторы поста сами обратили внимание читателей на детали. На фото лежит один из задержанных, подозреваемых совершения теракта в Москве. Рядом с ним стоит человек в тактической одежде. Сам задержанный почему-то со спущенным до колен штанами. А рядом стоит военный шнуровой телефон ТА-57, в народе именуемый ТАПиком. Происходит рядовой допрос при помощи военно-полевого телефона, пишет автор поста. Дело в том, что в ТАПике есть собственный электрогенератор. Крутя ручку, по проводам выделяются разряды до 80 вольт. Провода от телефона присоединяют к пальцам, ушам или гениталиям пленного, а затем крутят ту самую ручку, пока он не скажет то, что от него ожидают. Как вы думаете, почему человек на фото со спущенными штанами? В 2015 году я записывал интервью с украинским военным, освобожденным из российского плена. Так вот, уже тогда он рассказывал о том, что российские офицеры заставляли его звонить Путину. Провода ТАПика прикрепляли к зубам и крутили-крутили ручку телефона. Звонок Путину, как я потом выяснил, самая распространенная форма допроса у российских военных в Украине. Хотя тогда еще весь мир предпочитал их на территории Украины не замечать. Предсказуемо, что российский суд всех задержанных отправил на два месяца под арест. Но меня лично заинтересовали детали, которые можно углядеть на видео судебных заседаний. Обратите внимание на состояние подозреваемых. Их вина еще не доказана, у одного уже отрезано ухо, другой просто еле стоит на ногах, третий старательно прячет лицо под капюшоном толстовки. Как вы думаете, какие у них условия в тюрьме, где их будут держать до суда, пока идет следствие? И есть ли у них вообще шанс выжить? Пишите в комментариях, если смотрите эту программу в интернете. И, конечно же, в России все резко заговорили о смертной казни. Ну как все? Политики второго эшелона и пропагандисты. Вот, например, депутат Госдумы Мария Бутина поехала в Беларусь. Опыт, так сказать, перенимать. Во-первых, я подчеркну и огромную вам благодарность Исану Григорьевичу за то, что это первый человек первым выразил соболезнование. И мы видели, как белорусы отреагировали на нашу трагедию. К сожалению, она стала для нас общей, потому что там погибло и два человека, граждане Белоруссии. И я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе и о смертной казни, которая присутствует. Трендсеттером в этой истории со смертной казнью, конечно же, стал Медведев. Он написал в Телеграме, ну и дальше понеслось. Правда, Медведев – это не тот человек, который в России принимает решения или имеет влияние на тех, кто их принимает. Но это его не останавливает. Не стесняется в выражениях на своих эфирах и пропагандист Владимир Соловьев. Рудольфович жжет напалмом в собственной ему манере. А мы теперь не в Совете Европы. И это тоже нам должно помочь, Володя, принять это решение, эту меру социальной защиты. Меня бессмысленно этому говорить, я всегда был за. А ведь было время, когда Соловьев разглагольствовал на тему свободной журналистики, этики и морали и критиковал, как мог, Путина. Если вы забыли о деле НТВ начала нулевых, то я вам напомнил. Смотрите сами. Все подсокают языками, а потом свыкнутся. А лет через 30 их дети, когда прочитают об этой истории в учебниках новых демократов, скажут, что же ты папа и что же ты мама. И будет безумно стыдно. Но будет поздно. С тех пор прошло не 30 лет, а всего лишь 23. И Соловьеву уже давно перестало быть стыдно. Сегодня он другой. Рвет всех, кто хоть как-то критикует Путина и власть в целом. Вот, например, еще одно яркое событие. Его путешествие в приграничный с Украиной Белгород. В этом городе прекрасно понимают, что такое война, и абсолютно от нее не в восторге. Хотя, конечно, никто в открытую ничего об этом не скажет. Нарваться на как минимум три уголовные статьи, понятное дело, никто не хочет. Но ни одним же украинцам нести бремя принятых Путиным политических решений. Война – это игра, в которой можно играть вдвоем. Белгородцы это прекрасно уже теперь осознают. В социальных сетях я уже часто запутался, какие из них в России запрещены, а какие нет, какие экстремистские, а какие не очень. Но в соцсетях люди пишут, что федеральные власти о них забыли. Жить в Белгороде, говорят, совершенно невозможно. Что же Соловьев поехал доказывать обратное? Ушло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям. У людей ничего нет, это кошмар. Люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот это вся мерзкая истерика. В общем, всех казнить, мочить, сортири и уничтожать. Правда, Соловьев все это будет делать только своим ртом. Только на словах. Если соответствующие решения все же будут приняты, то казнить и мочить, понятное дело, будут совсем не он. Кстати, как вы думаете, насколько в России, вероятно, рассчитывать на справедливое судебное решение, если смертную казнь все же возобновят? Пишите в комментариях, если смотрите этот выпуск на Ютубе или в соцсетях. Всем понятно, что решения о возобновлении смертной казни в России будут согласовывать с Кремлем. Сейчас судьи Конституционного суда говорят, что готовы начать обсуждать этот вопрос. То есть явно ждут отмашки свыше. В заключении этого блока скажу лишь, что Путину явно удалось использовать террор для собственного террора. Ну и пока в России все оплакивали погибших во время атаки в Крокусе, Россия не прекращала терроризировать Украину. Два ракетных удара нанесли под Днепрогресс в Запорожской области, и это привело к повреждению двух входящих в ее структуру станций и плотины. В той самой Запорожской области Украины, которую Путин гордо называет своей и даже собирается развивать там туризм. Чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России и прикоснуться к нашей великой истории и культуре. Ну а подробнее о ракетной войне, о том, как дальше будут развиваться события, ее ход и к чему это все может привести уже в следующем блоке, смотрите сами. Итак, сирена за сиреной, тревога за тревогой, население Украины в последнее время все чаще проводит бессонные ночи в укрытиях своих домов, на станциях метро и в городских подвалах. Лишит людей сна, угрожая их жизни, это еще одна изощренная форма террора, которой не брезгует российская армия. В начале программы я рассказывал им о том, что Путин утверждает, будто бы он и не собирается воевать против НАТО. Правда, при этом он сам говорит, что уже давно воюет с НАТО до последнего украинца. Так воюет или не воюет? Преувеличивает ли так называемый коллективный Запад российскую угрозу для себя? Давайте разбираться. Прощупывать границы дозволенного российская армия начала уже давно. Российские ракеты и дроны падали в Польшу, Румынии, Хорватии и вот теперь в Молдове. Давайте попробуем отследить хронологию, как Россия уже терроризировала западные страны. Еще в начале полномасштабной войны, а именно 10 марта 2022 года, российский беспилотник Ту-141 упал на территории Хорватии. Хорватия тогда выразила крайнюю обеспокоенность о том, что ее, мол, не предупредили, что крылатая будет пролетать в ее воздушном пространстве. Еще не война против НАТО, но начало было положено. Уже через три дня на территории Румынии упал российский Орла. Третья мировая не началась только потому, что румыны засомневались, является ли Орлан военным средством или все-таки гражданским. 10 октября российские крылатые ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы. Кишинев зажелал объяснений. На ковер в местный МИД вызвали российского посла. На этом, собственно, дело и закончилось. Уже в конце октября того же 22-го обломки российской ракеты все же упали на территории Молдовы. И молдавское правительство выдворило из своей страны одного российского дипломата. Далеко не первого ранга. 15 ноября обломки ракет падают в Польше. Но после длительных ночных консультаций, всех сам всеми, в Варшаве решают, что не могут пока определить, были ли ракеты российскими или это все же украинское ПВО. Расследование идет до сих пор. 5 декабря фрагменты ракеты С-300 падают на территории Молдовы. Молдова такие действия осуждает. Ну а уже 16 декабря явно российская ракета Х-55 падает на территории Польши. И тогда ее долго искали, пока не нашли местные жители. Военным Польши дали нагоняй за нерешительность и халатность. 16 февраля уже 2023 года российские калибры нарушают воздушное пространство сразу и Румынии, и Молдовы. Молдова подтверждает одну ракету и вызывает на ковер российского посла. Румыния все отрицает. От греха подальше, как говорится. 4 сентября Румыния падает и детонирует российские шакеты. Бухарест все отрицает и тщательно расследует инцидент. До сих пор. 29 декабря российская крылатая ракета нарушает воздушное пространство Польши. На ковер вызывает временного поверенного России в Варшаве и требует от него объяснений. Ну а 27 февраля этого уже года российские шахеты залетают в Молдову по дороге, так сказать, в Украину. Кишинев все отрицает. Ну а 24 марта одна из ракет на 39 секунд залетает в воздушное пространство Польши. Но там не уверены, что же делать. Опасно это или нет? Если она, так сказать, безвизовым транзитом, то вроде бы и ничего. А если не дай бог, но нет, пролетела. Нет, российского посла 24 марта, конечно, позвали для объяснений. Но он просто не пришел. А что объяснять, собственно? Ведь реакция НАТО была такой, что лучше бы ее не было вовсе. Ну и в ночь на 31 марта польские истребители снова были подняты в воздух по тревоге. Польское правительство извинилось перед собственными гражданами за возможное неудобство из-за шума работы военной авиации. Все. Короче говоря, война изменила свой характер. От марш-бросков и крупных атак и Россия, и Украина не просто перешли к позиционному противостоянию, но и обмену воздушными ударами. Почему это важно? У России огромный парк военной авиации. У Украины он намного более скромный. Да и с боеприпасами совсем туго. Россия перевела свою экономику на военные рельсы. И оборонпром приносит Путину колоссальные доходы и личное удовлетворение. Ну а Украина просто пытается выжить. Но при этом украинская армия умудряется успешно атаковать пыл противника, нанося удары по критической для российских военных инфраструктуре. И это в значительной степени замедляет и без того вялое наступление оккупационных российских войск на земле. Коренным образом могут изменить ситуацию американские самолеты F-16, которые украинская армия уже вот-вот должна получить на вооружение. Почему я считаю, что они изменят ситуацию? Да потому что Путин во весь голос кричит, что не изменят. Вот, смотрите сами. Во-первых, если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят. Я думаю, что вы это понимаете как никто другой, лучше других. Эту ситуацию на поле вы не поменяют. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы взаоплывания. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью. Ну а в заключительном блоке программы я расскажу вам о другой войне, о китайской. Будет интересно. Смотрите сами. Всеобъемлющая дружба и партнерство. Так взаимоотношения с Китаем описывает Москва. Как в большинстве отношений при этом Китай скорее не влюблен в Россию, а позволяет любить себя и действует исключительно в своих интересах. На прошлой неделе китайская компания Xiaomi вышла на рынок автомобилей. Публике представили электромобиль Су-7. Яркий дизайн, внушительные характеристики, поддержка операционной системы телефонов торговой марки. За первые 20 минут презентации компания получила 50 тысяч заказов на новое авто. Но это не реклама китайской корпорации. Нас мало интересуют технические характеристики. Выход этого автомобиля – это фактически объявление еще одной войны. Войны в первую очередь с собственным автопромом. Гигант в производстве электроники, а Xiaomi продает каждый третий смартфон в мире, теперь залез на территорию китайского автомобильного гиганта BID. Кроме того, новая машина теперь будет конкурентом и для знаменитой Теслы Илона Маска. Правда, стоить будет приблизительно в три раза дешевле. Почему китайцы смогли? Да потому что рядом ослабленная санкциями Россия, дешевые энергоресурсы и большие амбиции Пекина. Вот и смогли. Ну а что Россия? В России представили новую игровую приставку, которую анонсировали как убийцу знаменитой Sony PlayStation. Вот она. Технические характеристики якобы российского детища уже начали интенсивно критиковать пользователей сети. Да только казус в том, что эта самая российская PlayStation нашлась на китайском маркете AliExpress. На Алишке ее продают всего лишь за 150 евро. Который раз российское импортозамещение оказалось на деле лишь переклеиваемым эмблем на китайских девайсах. Ну а вы говорите, как террористы пробрались в Крокус-Сити, если Москва буквально кишит различными силовиками и спецурой. Могу предположить, что они во время атаки как раз испытывали новую российскую, так сказать, ну то есть китайскую приставку. Ну а вы смотрите сами. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа «Смотрите сами». Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением жду новой встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok